Физик Юрий Иванов заявил, сознание не умирает вместе с телом. Он провел десятки экспериментов, зафиксировал аномальные явления, и, по его словам, вышел на след реальной связи между живыми и умершими. Его материалы изымались, его лабораторию закрыли, а фамилия исчезла из научных баз. Почему? Потому что он задал слишком страшный вопрос, что происходит с нами после смерти? И, можно ли это измерить? Когда в научном мире впервые прозвучало имя физика Юрия Иванова, никто не предполагал, что этот человек станет фигурой, способной поколебать самые устойчивые устои современной физики и философии. Иванов не принадлежал к числу мечтателей или мистиков, он был ученым до мозга костей, глубоко уважаемым среди своих коллег за способность решать самые сложные научные задачи и предлагать нестандартные подходы. Его областью специализации являлись квантовая оптика и физика полей слабых взаимодействий, темы, которые требуют невероятной глубины знаний и абсолютной точности научного метода. Иванов обладал высоким авторитетом в академических кругах, опубликовал более 70 серьезных научных трудов и участвовал в международных конференциях, где регулярно выступал с докладами, вызывая восхищение и интерес среди ведущих специалистов. Его коллеги отзывались о нем как о человеке строгой логики, исключительно точном в экспериментах и абсолютно далеком от псевдонаучных спекуляций. Однако в начале 2000-х годов Иванов начал заниматься совершенно новой и неожиданной для себя темой, которая вызвала удивление и даже некоторую настороженность в научном сообществе. Его заинтересовали явления, связанные с границами жизни и смерти, в частности, феноменами, которые традиционная наука предпочитала игнорировать. Первые шаги в новом направлении Иванов сделал осторожно, собирая предварительные данные и избегая громких заявлений. Однако уже вскоре его внимание полностью поглотили исследования, связанные с аномальными электромагнитными полями и инфразвуковыми колебаниями, которые он наблюдал в непосредственной близости от людей, находившихся на грани клинической смерти или только что ее переживших. Эти явления были настолько устойчивыми и повторяемыми в его экспериментах, что он не мог считать их случайностью или погрешностью измерений. Иванов установил, что в момент остановки сердца и мозга организм человека генерирует кратковременный, но четко фиксируемый всплеск энергии и неизвестного происхождения. Ученый начал систематически изучать этот феномен, используя новейшие оборудования, сверхчувствительные магнитометры, спектральные анализаторы и инфразвуковые датчики, фиксирующие малейшие колебания воздуха и электромагнитные изменения. Его лаборатория, расположенная в Москве на территории одного из закрытых научных институтов, была оснащена настолько точно и тщательно, что никаких сомнений в надежности результатов не возникало даже у самых придирчивых критиков. Иванов провел более 200 контрольных экспериментов, каждый из которых тщательно документировался и перепроверялся его коллегами по лаборатории. Результаты были однозначными, сознание или некий его аналог проявляет себя энергетически в момент, когда официальная медицина уже констатирует полную смерть организма. Для самого физика это открытие стало не просто научной сенсацией, а личным переворотом всех прежних представлений о жизни, смерти и природе человека. Именно тогда Иванов впервые открыто заявил, что обнаружил доказательства существования сознания за пределами физического тела, чем вызвал резонанс не только в научных, но и в политических кругах. Его заявление прозвучало настолько смело, что многие ученые поспешили от него дистанцироваться, опасаясь за собственную репутацию. Но Иванов не отступал, наоборот, он начал еще более интенсивно изучать эту тему, стремясь понять природу открытого явления и его связь с человеческой душой и сознанием. Он предположил, что сознание после физической смерти сохраняется в виде некой информационно-энергетической структуры, способной взаимодействовать с окружающим пространством и, возможно, даже с живыми людьми. Это предположение звучало революционно и шокирующе, особенно для ученого с такой серьезной репутацией, как Иванов. Слухи об открытиях Иванова быстро распространились по научному сообществу, достигнув даже международного уровня. Многие зарубежные ученые проявили огромный интерес к его работе и стали предлагать сотрудничество, однако неожиданно для всех российские власти решили закрыть лабораторию и прекратить финансирование его исследований. Официальная причина звучала банально — отсутствие практического применения результатов исследований. На самом деле, как утверждали близкие коллеги Иванова, настоящей причиной была паническая боязнь, что его открытия могут потрясти общество, поставив под вопрос не только религиозные, но и материалистические основы государственной идеологии. Его личные архивы и документы были изъяты, многие материалы исчезли бесследно, а сам ученый оказался под жестким административным давлением, фактически лишившись возможности продолжать исследование открыто. Несмотря на это, Юрий Иванов продолжил свою работу в условиях почти полной изоляции. Он пытался донести свои идеи до общественности, публикуя статьи и выступая на немногочисленных конференциях, куда его приглашали вопреки негласному запрету властей. В своих последних интервью он подчеркивал, что его открытия имеют фундаментальное значение не только для физики, но и для понимания самой природы человека, его сознания и души. Иванов доказывал, что сознание существует как независимая энергетическая субстанция, которая не исчезает после смерти тела, а лишь переходит в иное состояние существования, взаимодействуя с миром через сложные и пока еще не изученные физические механизмы. Он утверждал, что его открытия позволяют человечеству приблизиться к ответу на вечный вопрос о бессмертии души и возможности контакта с ушедшими. Юрий Иванов до конца своих дней продолжал утверждать, что его открытия не просто гипотеза или философская концепция, а строго научно доказанные факты, которые обязательно изменят мир. Незадолго до своего ухода из жизни он произнес слова, ставшие известными всему миру, «Я не верю в жизнь после смерти. Я точно знаю, что она есть, и у меня есть доказательства». Именно эти слова стали его научным и человеческим завещанием, продолжая вдохновлять ученых и исследователей, несмотря на попытки замолчать и скрыть его открытия. Юрий Иванов оставил после себя не просто гипотезу, а научное наследие, которое еще предстоит осмыслить и принять человечеству. Когда Юрий Иванов впервые представил результаты своих экспериментов широкой научной общественности, реакция была настолько бурной, что превратилась в настоящий скандал. Его лаборатория стала эпицентром резонанса, поскольку представленные данные выходили за рамки привычных представлений и были подтверждены объективными физическими измерениями. В основе открытия Иванова лежали сверхчувствительные приборы, способные улавливать минимальные изменения электромагнитного и инфразвукового фона в момент, когда официальная медицина фиксировала наступление биологической смерти. Ученый специально проектировал и создавал уникальную аппаратуру, позволяющую в реальном времени фиксировать, записывать и анализировать энергетическое состояние человеческого тела и пространства вокруг него на уровне, ранее недоступном никаким другим следователям. Один из самых громких экспериментов Иванов провел в 2002 году в стенах крупного Московского медицинского института, получив официальное разрешение и поддержку со стороны группы ведущих врачей-кардиологов. В эксперименте участвовало 10 пациентов, которые находились в состоянии клинической смерти в результате остановки сердца. Аппаратура Иванова фиксировала невероятные всплески электромагнитного поля, возникавшие точно в момент остановки всех жизненных функций, а также необычное резонансное инфразвуковое излучение, которое никогда прежде не регистрировалось. При этом приборы показывали, что источником этого излучения был не мозг, не сердце и вообще не какая-либо часть тела, а нечто, находящееся вне физического организма человека. Эти результаты были не просто уникальны, они были потрясающе точными и повторялись в каждом случае, исключая любые возможные ошибки или случайности. Иванов на основании этих данных сформулировал гипотезу, согласно которой сознание человека при биологической смерти отделяется от тела и продолжает существовать в виде энергетической структуры, способной к взаимодействию с окружающим пространством. Он представил свои выводы на научной конференции в Германии, где его доклад вызвал настоящую сенсацию и одновременно бурную дискуссию среди ведущих ученых Европы. Но на родине ученого ожидал совсем другой прием, категорическое неприятие и откровенное сопротивление со стороны чиновников и некоторых влиятельных научных деятелей, посчитавших, что подобные открытия могут представлять угрозу для устоявшихся научных и идеологических концепций. После этого выступления в лабораторию Иванова стали регулярно наведываться различные комиссии, проводились проверки, инспекции, а научные публикации в российских журналах стали необъяснимо отклоняться без всяких объективных причин. Ученый столкнулся с жестоким прессингом, к которому он совершенно не был готов, поскольку никогда не считал, что его строго научная деятельность способна вызвать настолько агрессивную реакцию властных структур. Тем не менее, Иванов не отступал, продолжая свои исследования, и вскоре представил новые, еще более убедительные данные. Одним из наиболее значимых последующих экспериментов стала установка особой камеры, которая фиксировала так называемое «послесмертное поле». Иванов и его команда разработали специальную экранированную капсулу, оборудованную магнитными датчиками и спектрометрами, способными фиксировать малейшие изменения электромагнитного спектра вокруг тела умершего человека. В экспериментах камера показала, что в течение нескольких минут после констатации смерти в пространстве вокруг тела регистрируется устойчивый энергетический след, который постепенно исчезает, словно рассеивается. По словам Иванова, этот след был прямым доказательством того, что сознание или энергетическая субстанция продолжает некоторое время существовать в пространстве вокруг умершего, прежде чем перейти в другое, пока неизвестное состояние. Однако самым тревожным для официальных структур оказался другой эксперимент Иванова, направленный на попытку установить связь с тем, что он назвал «внефизическим сознанием». Используя специальные приборы, ученый пытался зафиксировать обратную связь, ответную реакцию на внешние стимулы со стороны энергетического следа. Результаты превзошли даже самые смелые ожидания. Аппаратура зафиксировала изменения электромагнитного фона, которые можно было интерпретировать как сознательные реакции на конкретные внешние воздействия, например, звуковые сигналы или направленные электромагнитные импульсы. Эти данные выглядели настолько невероятными и одновременно настолько убедительными, что потрясли даже самых близких соратников Иванова, не говоря уже о скептически настроенных коллегах. Именно после этих экспериментов давление на Иванова достигло максимума. Его лаборатория была закрыта под формальными предлогами, финансирование прекращено, оборудование частично конфисковано, а сами записи и протоколы экспериментов изъяты и засекречены. Причиной, как позже стало известно, было не только нежелание властей признавать научные открытия, выходящие за пределы устоявшихся догм, но и страх перед потенциальным социальным резонансом, способным поколебать фундаментальные основы государственной идеологии, построенной на материалистическом мировоззрении. Однако, несмотря на административный прессинг и практически полную изоляцию, Иванов продолжал тайно документировать и распространять результаты своих исследований среди международных коллег. Он подчеркивал, что его открытия важны не только для науки, но и для всего человечества, поскольку дают понимание того, что человеческая жизнь и сознание гораздо сложнее и глубже, чем принято думать. Таким образом, опыты Юрия Иванова не просто испугали систему, они поставили под угрозу ее самые главные устои, заставив чиновников и научных консерваторов пойти на крайние меры, чтобы скрыть и запретить его открытие. Иванов до конца своих дней оставался убежден в том, что его работа рано или поздно будет признана, а человечество получит ответы на самые волнующие вопросы о природе сознания и тайне жизни после смерти. Открытия Юрия Иванова выходили далеко за пределы того, что принято называть научной гипотезой или простой теоретической концепцией. Его работы стали глубокой попыткой раскрыть подлинную природу человеческого сознания, которое на протяжении веков оставалось величайшей тайной, недоступной для строгого научного анализа. Иванов первым среди физиков сформулировал и экспериментально доказал, что сознание не ограничивается границами физического тела, а представляет собой сложнейшую энергетическую структуру, способную существовать отдельно от материального носителя. Он утверждал, что смерть физического тела не является абсолютным концом существования сознания, а представляет собой процесс перехода из одной формы существования в другую, пока неизвестную современной науке. Согласно теории Иванова, сознание каждого человека является уникальным полем энергии, которое формируется в течение жизни и сохраняет свою структуру и индивидуальные особенности даже после биологической смерти. Это энергетическое поле обладает способностью к взаимодействию с физической реальностью посредством сложных электромагнитных и инфразвуковых резонансов, которые физик детально зафиксировал в своих экспериментах. Он доказал, что после смерти физического тела энергетическая структура сознания сохраняется в пространстве в виде устойчивых информационных полей, способных временно поддерживать свою целостность и в определенных условиях взаимодействовать с живыми людьми. Одним из наиболее революционных и вызывающих аспектов открытия Иванова была идея о том, что сознание человека после смерти переходит в состояние, которое он условно назвал «полем абсолютной информации». В этом состоянии сознание сохраняет полную память и опыт, накопленный за всю земную жизнь, и при определенных условиях может проявлять признаки осознанного взаимодействия с физическим миром. Более того, Иванов утверждал, что это информационное поле способно взаимодействовать с сознанием живых людей, создавая феномен, который на протяжении всей истории человечества воспринимался как контакт с духами умерших, а также различные паранормальные явления, которые до сих пор считаются мистическими или сверхъестественными. Его лабораторные эксперименты, проводившиеся с использованием передовых технологий, подтверждали возможность этого взаимодействия. Иванов продемонстрировал, что после физической смерти тела вокруг человека образуется устойчивое электромагнитное поле, которое сохраняет уникальную информационную сигнатуру, позволяющую идентифицировать ее как конкретного индивида. В ряде опытов он зафиксировал, что это поле проявляет четкие реакции на внешние раздражители, такие как звуковые волны или импульсные электромагнитные воздействия, реагируя именно так, будто обладает сознанием и памятью. Один из самых громких экспериментов Иванова включал попытку установления прямого информационного контакта с сознанием умершего человека. В ходе строго контролируемого научного эксперимента физик и его команда зафиксировали устойчивое изменение электромагнитного фона в ответ на конкретные вопросы, адресованные умершему человеку, чье тело находилось в камере, экранированной от любых внешних электромагнитных помех. Эти изменения были не случайными, а явно коррелировали с вопросами и обстоятельствами жизни умершего, о которых знал только он сам. Этот опыт стал первым строго научным подтверждением возможности осмысленного взаимодействия с сознанием после физической смерти, потрясшим всех участников эксперимента и вынудившим многих серьезных ученых пересмотреть свои представления о природе жизни и смерти. Однако наибольшую тайну, которую раскрыл Иванов, представлял сам механизм этого перехода. В своих работах физик предположил, что после прекращения биологической активности сознание не исчезает, а переходит в особое состояние квантового резонанса, при котором оно способно существовать вне времени и привычного для нас пространства. В этом состоянии оно становится частью огромного энергетического поля, связывающего сознание всех когда-либо живших людей, формируя коллективную память человечества, доступ к которой в редких случаях может открываться живым людям. Эта идея Иванова объяснила не только многочисленные случаи спонтанного контакта с умершими, зафиксированные исторически, но и дала строгий научный фундамент многим явлениям, считавшимся ранее мистическими. Например, случаи, когда люди, пережившие клиническую смерть, вспоминали детали и обстоятельства жизни совершенно незнакомых им ранее людей, стали понятны с позиции его теории информационного поля. Иванов убедительно доказал, что после физической смерти сознание человека становится частью единой энергетической и информационной структуры Вселенной, сохраняя при этом свою индивидуальность и возможность взаимодействия с живыми существами. Результаты исследований Иванова были настолько революционными, что вызвали огромное беспокойство у тех, кто был заинтересован в поддержании традиционных взглядов на жизнь и смерть. Именно по этой причине все попытки ученого официально представить результаты своих исследований наталкивались на жесткое сопротивление и административные преграды. Его работы подвергались цензуре, лаборатория была закрыта, а многие результаты экспериментов были уничтожены или изъяты под грифом секретности. Несмотря на это, Иванов успел передать свои главные открытия международным коллегам, которые продолжают изучение его идей и экспериментов за пределами России. Сегодня теория Иванова является одним из самых серьезных научных подходов к изучению феноменов жизни после смерти, привлекая все большее внимание ученых во всем мире. Юрий Иванов не просто открыл возможность существования сознания вне тела, он дал человечеству ключ к пониманию того, что смерть не конец, а начало совершенно нового этапа существования. Его открытия навсегда изменили представление о человеческой природе и сознании, открывая дверь к величайшей тайне, которую только предстоит полностью разгадать. Субтитры создавал DimaTorzok